Азербайджан и Китай. Отношения установлены в 1992 году. Все это время развивались довольно успешно, основываясь на взаимных интересах и взаимной выгоде. Первые восемь соглашений о сотрудничестве были подписаны еще в 1994 году в ходе визита в Пекин общенационального лидера Гейдара Алиева. Значимые договоренности были достигнуты во время визита президента Ильхама Алиева в Китай на международный форум, посвященный инициативе «Один пояс, один путь». Как происходит углубление азербайджанно-китайских связей и каковы особенности внешней политики Китая сегодня. Все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Это передача «Глобальная дискуссия» и Анастасия Лаврина. Здравствуйте. Наш гость в студии – это Уан Гуань, ведущий новостей China Media Group, научный сотрудник Института Тайхэ. Добро пожаловать на передачу. Анастасия, приятно встретиться с вами лично. После стольких интервью в онлайн-формате рад находиться здесь. Я также рада этой возможности пообщаться с вами лично. Вы очень известный журналист, который путешествует по миру и готовит интересное эксклюзивное интервью. Позвольте для начала спросить, это ваш первый визит в Азербайджан? Это мой первый визит в Азербайджан и в регион Южного Кавказа. Я нахожусь под большим впечатлением от того, что я здесь увидел. Меня переполняют эмоции. Насколько мне известно, этот регион является одним из самых разнообразных в культурном, этническом и расовом отношении. И у меня появилась возможность лично в этом убедиться. Тут живут порой совершенно непохожие друг на друга люди. У них разное происхождение. Они могут принадлежать к разным этническим группам. Но они все принадлежат к одной нации. Они – азербайджанцы. Исторически Азербайджан занимал очень значимую роль, находясь на Великом Шелковом Пути. Я побывал в старом городе, здесь в Баку, в ресторане Мугам Клаб. Когда-то это был караван-сарай, превратившийся в гостиницу в наши дни. Это просто удивительно. Это похоже на путешествие в прошлое. Как будто вы встречаете разные культуры, разных людей. Все соединилось в одном месте. Так что Азербайджан произвел на меня большое впечатление. А визит в старый город помог мне лучше понять страну как транспортный хаб, как центр культуры, знаний и цивилизаций. Мне очень нравится Баку. Итак, вернемся в тот день, когда вы приехали в Баку, в Азербайджан. Вы прибыли в аэропорт Гейдар-Алиева. Что произвело на вас первое впечатление? Я могу предположить, что и сам аэропорт вас впечатлил. А что еще вас поразило, когда вы прибыли в город Баку, когда пообщались с людьми? Бакинский аэропорт – это в первую очередь. Он очень современный, но с традиционными элементами, с элементами азербайджанской культуры. Кто-то может сказать, что Азербайджан – это мусульманская страна, и в то же время это светское государство. Мы должны понимать, что Азербайджан – это сравнительно молодая страна. Азербайджан получил свою независимость около 30 лет назад. Меня очень впечатлила архитектура города. Я увидел памятники и портреты покойного президента, общенационального лидера, отца-основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева. Меня впечатлило то, какое уважение нынешний лидер проявляет к своему отцу, к покойному президенту. Это мне напомнило нашу собственную культуру в Китае, где мы с большим уважением относимся к семье, пожилым людям. Отношения отца и сына очень важны. Мы видим эту связь и здесь, в Азербайджане. Нынешний президент очень дорожит отношениями, наставничеством, которое дал ему отец. Поэтому даже в аэропорту я увидел фотографии общенационального лидера. Он был хорошим наставником для своего сына, который сейчас руководит страной. Это два впечатления, которыми я бы хотел поделиться с вами. Вы уже частично ответили на мой следующий вопрос. Вы сказали про некое сходство между Китаем и Азербайджаном. Что еще вы можете рассказать нам о сходствах между нашими странами, между нашими народами? Сходство? Во-первых, любовь к мясу. Я думаю, что здесь, в Азербайджане, я попробовал лучший в мире кебаб. Я вышел из гостиницы в центре Баку и через 10 минут ходьбы оказался в месте, где готовят отличный кебаб. Мои коллеги посоветовали мне то место как очень хорошее. Поэтому я пошел туда и убедился, что кебаб там действительно хорошо промаринован и хорошо приготовлен. Я прошу прощения, перебью вас. Около года назад я беседовала со всемирно известными путешественниками, которые приехали в Азербайджан. Один из них мне сказал, что объездив весь мир, может с уверенностью сказать, кебаб в Азербайджане самый лучший. Ну хорошо, пусть я буду вторым, кто об этом сказал вам. Я согласен на это. Ну и второе, о чем я хотел бы сказать, это ценность семьи. Я прогулялся по старому городу вдоль Каспийского моря и увидел много семей. Это уникально, хотя и кажется чем-то обычным. Я жил в Вашингтоне, в округе Колумбия, 8 лет. Там на улицах можно увидеть много пар, а также людей, прогуливающихся в одиночестве. Однако там нет так уж и много семей, гуляющих все вместе. Семей, в которых присутствует гармония. Тут у Вас это есть. Целые семьи, все вместе гуляют по старому городу. Я думаю, что это многое говорит о семейных ценностях. Что еще общего с Китаем? Я думаю, много чего. Например, любовь к миру. Полагаю, мы еще поговорим с Вами на политические темы. Территориальная проблема есть у Азербайджана. Она есть и у Китая. Вы частично решили эту проблему. И теперь, после достижения прекращения огня, речь идет о достижении мирного соглашения. Мы это очень хорошо понимаем. У нас возникла аналогичная ситуация, когда регион Тайвань отделился от Китая еще со времен гражданской войны 1949 года. А затем вмешательство извне со стороны США и других стран. Легче не становится. Поэтому мы понимаем важность территориальной целостности. Китай и Азербайджан поддерживают территориальную целостность друг друга. Так было всегда. Это один из ключевых элементов, который сближает два государства и по ряду политических вопросов. Да, это так. Я задал этот вопрос вашему президенту во время эксклюзивного интервью. Кстати говоря, для меня было большой честью взять интервью у президента Ильхама Алиева. Мы поговорили о проблеме Тайваня. Он подтвердил свою поддержку политики воссоединения Китая. Ильхам Алиев говорил о международном праве, поддерживающем территориальную целостность Китая. Тайвань – это часть Китая. Эти слова действительно обнадеживают. Около месяца назад госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. И в одной из статей, которую я прочла позже, говорилось, что США признают территориальную целостность Китая. Насколько правдиво это заявление? Вашингтон играет по двойным стандартам. Я жил в том городе, я проработал там 8 лет. В одном я уверен – в этом городе нет недостатка в политиках. Конечно, на протяжении всей истории у них были великие государственные деятели и дальновидные лидеры. Но что касается Тайваня, я думаю, что они все время придерживаются двойных стандартов. Например, в 1979 году, с тех пор, как Китай установил отношения с Соединенными Штатами, Вашингтон обещал поддержать целостность Китая и признать Тайвань частью Китая. Но сразу после 1971 года у них был принят закон об отношениях с Тайванем, который фактически подорвал дух единого Китая. А затем, в 1982 году, они приняли закон о так называемых шести заверениях, которые еще раз подорвали дух единого Китая. Они не поддерживают независимость Тайваня напрямую, но поддерживают тайваньскую идентичность. Они культивируют тайваньскую идентичность и поддерживают идентичность тайваньской культуры и политики. Я думаю, совершенно очевидно, что Вашингтон играет в хорошего полицейского и плохого полицейского. Когда Нэнси Пелоси посещает Китай, Джо Байден говорит, «О, у меня нет никакой власти над Палатой представителей США». Но вы думаете о праве на контроль над оружием или о праве на аборт или о переговорах по бюджетным счетам? Они являются лучшими друзьями в Вашингтоне. Так как вы можете утверждать, что вы не давали предварительного согласия на визит Нэнси Пелоси на Тайвань, который нарушил дух единого Китая. Поэтому я думаю, что Азербайджан и сам хорошо знает о таких двойных стандартах со стороны западных СМИ и западных политиков. Они говорят о том, что поддерживают территориальную целостность Азербайджана, и то говорят не всегда. В основном они говорят о том, что поддерживают мирное урегулирование. Но когда речь идет об Украине, Молдове, они прямо говорят «Мы поддерживаем вашу территориальную целостность». А когда дело доходит до Азербайджана, те же политики говорят «Ой, должно быть мирное урегулирование». Ваш президент как-то сказал «Как будто бы есть поддержка территориальной целостности, но в то же время ее нет». Это точно. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году. Там было черным по белому написано требование к Армении срочно вывести вооруженные силы с территории Азербайджана. К сожалению, никто не приложил усилий к тому, чтобы резолюции были выполнены. Никто, кроме самого Азербайджана. Лишь усилиями нашей страны резолюции были выполнены, пусть даже военным путем, осенью 2020 года. Сегодня, когда Азербайджан говорит о постконфликтном развитии, о будущей интеграции региона. Страны поддерживают идеи, но некоторые вновь прикрываются фразами о мире. Они не могут прямо сказать, что Армения – страна-агрессор, которая почти 30 лет держала под оккупацией территорию Азербайджана. К сожалению, политика двойных стандартов преобладает. «Мы видим это снова и снова. Я думаю, что позиция Китая ясна. Должно быть подписано мирное соглашение. Чем раньше, тем лучше. Я знаю, что имеется соглашение о прекращении огня, но, учитывая сложную историю конфликта, достижение мирного соглашения требует времени. Но азербайджанский народ заслуживает мира». Конечно. Следующим шагом должно стать мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Мы работаем в этом направлении и очень надеемся, что оно будет достигнуто в ближайшие месяцы. Итак, мы начали говорить о визите госсекретаря Блинкена в Китай. Давайте поговорим об этом немного подробнее, прежде чем вернемся к нашему региону. Ожидаются ли какие-то серьезные последствия этого визита? Я думаю, что в целом это хорошо. Важно, что в конце концов встреча состоялась после инцидента с воздушным шаром и шумихи, поднятой в Соединенных Штатах. Одним из результатов этой встречи может стать более тесное общение между народами двух стран и культурное общение. А также это будет содействовать развитию торговым и инвестиционным отношениям, потому что слишком много поставлено на карту. Раньше в США училось почти полмиллиона китайских студентов. В некоторых отчетах говорится о 300 тысячах, в зависимости от того, какие это отчеты. А потом, когда я жил в Вашингтоне, президент Обама выступил с инициативой направить американских студентов на учебу в Китай. Знаете, сколько студентов из Америки сейчас учатся в Китае? Менее 400. Причина тому — пандемия COVID-19. Политическая напряженность и ряд других факторов. Поэтому я думаю, что для двух народов важно узнать больше друг о друге. Нужно посещать друг друга. Но рейсов между двумя странами не так много. Хотя это важно для развития экономических и торговых отношений. Несмотря на торговые санкции, экономические санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Китая, торговля фактически достигла рекордного уровня. Думаю, это было в 2021 или 2022 году. Мы наблюдали значительный рост торговли и, это несмотря на напряженность, торговую войну, начатую бывшим президентом Трампом в 2017 году. Таким образом, у людей возникает естественное стремление общаться друг с другом. У компаний возникает потребность в общении, а у инвесторов — посещать страны друг друга и увеличивать свое благосостояние. А какие этот визит может иметь последствия для китайско-российских отношений? Это хороший вопрос. Я должен был ожидать его. Думаю, что отношения Китая с Соединенными Штатами не обязательно исключают друг друга. Конечно, еще в 70-е годы, когда Генри Киссингер и Ричард Никсон вместе с китайскими политиками, покойным премьер-министром Джоу Эйн Лаем и председателем Мао Цзэдуном пошли на сближение, многие эксперты высказывались о том, что там присутствовал элемент геополитики — баланса сил. Но в наши дни, если подумать, Китай и Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы остановить эту нисходящую спираль в своих отношениях. Мы наблюдаем самый низкий уровень отношений за 30 лет. И в то же время это не обязательно исключает потенциал развития отношений между Китаем и Россией, которые становятся очень важным финансовым и торговым партнером. Мы сейчас покупаем у России много нефти и природного газа, даже больше, чем в предыдущие годы. Мы ведем расчет в юанях — китайской валюте. А учитывая сложную ситуацию в Украине, я думаю, дипломатическая позиция Китая укрепляется за счет посредничества в международных конфликтах, в первую очередь между Ираном и Саудовской Аравией. И есть надежда, что Китай сыграет еще более значимую роль в российско-украинском конфликте. Если говорить о внешнеполитических приоритетах Китая в регионе, да и далеко за его пределами, как бы вы их охарактеризовали? Что ж... Сложный вопрос. Думаю, что поддержание добрососедских отношений, безусловно, очень важно. Как государственный тележурналист, а также как сотрудник института Тайхо, где мы проводим много исследований, будет справедливо отметить, что для Китая приоритетом является глобальный юг. Мы хотим создать более тесное партнерство со странами глобального юга, с развивающимися странами и с нашими соседями. Во-вторых, я думаю, что Китай хочет двигаться вперед в духе многосторонности. Это звучит как политический жаргон. У Китая действительно много политического жаргона, но я думаю, что в этом отношении Китай хочет, чтобы международные институты стали более справедливыми и разрушили западную монополию, которая, скажем, преобладает в Международном валютном фонде, что приводит к формированию несправедливого отношения. Я знаю, что раньше Китай пытался использовать экономику как основную движущую силу в выстраивании отношений со странами, как, например, проект «Один пояс, один путь». Очень известный китайский проект. Что сейчас у Китая преобладает в отношениях со странами? Экономика, экономика и еще раз экономика? Я бы сказал экономика, дипломатия и гуманитарные обмены. И не вмешательство во внутреннюю политику государства. Если Китай, например, помогает Казахстану построить железную дорогу, или, например, помогает Кении построить гидроэлектростанцию, или же помогает Бразилии, где я был два месяца назад, построить одну из самых сложных энергосистем, которая даст возможность 100 миллионам бразильцев использовать электричество, чего раньше они не могли себе позволить, то это не неохолониализм и не экспансионизм, в чем некоторые западные СМИ обвиняют Китай. Разумеется, в этом присутствуют бизнес-интересы и экономические интересы. Но я бы не назвал это шовинизмом. Я бы не назвал это неоколониализмом, потому что это приносит пользу странам-партнерам. Есть ли случаи, когда возникает вопрос о долге? Да, есть. Как если бы они работали с Deutsche Bank, с Банков Америка и с другими кредиторами. Но я не думаю, что это, во-первых, главная цель и стремление китайских чиновников. Порой компании, банки не решают вопросы, и проблемы возникают у кредиторов и партнерских подрядных компаний, инжиниринговых компаний в определенной стране. Я считаю, что эти вопросы должны быть решены. Мне довелось пообщаться с некоторыми экспертами из стран Центральной Азии, и они говорят то же самое. В отношениях со странами Пекин не пытается вмешиваться во внутренние дела государств, что очень важно. Акцент делается на развитии взаимовыгодных отношений. В начале передачи я сказала, что одной из ключевых вех в отношениях между Баку и Пекином является взаимное признание территориальной целостности друг друга и готовность работать над развитием взаимовыгодного партнерства без какого-либо вмешательства во внутренние дела друг друга. Вот почему я соглашусь с тем, о чем вы только что сказали. Китай также заинтересован в увеличении своего присутствия в Центральной Азии. Относительно недавно состоялся саммит «Китай-Центральная Азия». Если не ошибаюсь, за неделю до этого события вы взяли интервью у президента Казахстана. Как бы вы охарактеризовали интерес Китая к Центральной Азии? Это было отличное интервью. Президент Казахстана Такаев очень любезен. Он прекрасно говорит по-английски. Я узнал для себя, что президент Такаев и президент Алиев оба учились в Московском государственном университете международных отношений. Это говорит о высоком качестве образования в некоторых институтах в Советском Союзе. Я думаю, что Китай очень заинтересован в укреплении своих отношений с Центральной Азией, которые, возможно, ранее не находились на таком высоком уровне, как сейчас. Теперь это сотрудничество можно назвать началом золотых 30 лет в отношениях между Китаем и Центральной Азией. Нужно понять возможности, которые имеются. Например, железная дорога Китай-Каргызстан-Узбекистан сокращает расстояние из Азии в Европу на 12 часов. Железнодорожный экспресс Китай-Европа или Китайский железнодорожный экспресс был единственным коридором жизни для перевозки аппаратов ИВЛ, лекарств и вакцин во время пандемии COVID-19. Как гражданин Китая, я могу еще сказать, что знаю много студентов, обучающихся в Китае в эти дни, которые приехали к нам из Центральной Азии. Они бегло говорят по-китайски, между странами имеется и историческая связь. Многие этнические меньшинства, проживающие в Китае, имеют свои исторические корни в странах Центральной Азии. По данным генетического тестирования, я сам на 25% являюсь тунгусом и якутом, многие потомки которых сейчас проживают в Центральной Азии. У нас имеется и общее наследие в культуре, музыке, в еде. Поэтому я думаю, что для Китая вполне естественно уделять приоритетное внимание развитию этих отношений. Кто-то может утверждать, что это произошло на фоне российско-украинской войны. Стоит ли беспокоиться России? Я думаю, России не стоит беспокоиться, потому что, насколько я знаю, Пекин открыто сказал Москве о своих целях. А премьер-министр России посетил Китай через два дня после Китайско-Центрально-Азиатского саммита, чтобы проинформировать его о ситуации в регионе. Так что некоторым западным журналистам нужно расширить свои познания о Китае, о России, об Азербайджане, вместо того, чтобы просто лениво копировать заявления, сделанные кем-то когда-то, исследовать прежним стереотипам. Думаю, лучший совет для таких журналистов – приезжайте в регион, посетите страны и узнайте больше о ситуации на месте. Я думаю, вы поймете, о чем я говорю, как журналист. Да, я осведомлен об Азербайджане. Я был также приятно удивлен, когда увидел, насколько Баку – чистый город. Например, дорога в центре города используется для проведения Формулы-1 – одного из самых популярных спортивных соревнований в мире. Это во многом говорит о качестве дороги, а также об архитектуре города. Даже премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, у которого я также брал интервью, не мог не восхититься градостроительством Азербайджана. Да, он был в Баку 15 июня. Да, именно. И он сказал президенту Алиеву о том, что Азербайджан должен дать Пакистану несколько градостроителей и экспертов по культуре, чтобы помочь создать похожее. Да, Пакистан – наша братская страна. Мы развиваем сотрудничество. И я знаю, что Китай также весьма активен в том регионе. Особенно в Афганистане. Это было до того, как власти пришли талибы и после того, как США решили уйти из региона. Я видела один ваш комментарий о ситуации в Афганистане, об интересах и позиции Китая. Позицию Китая надо изучать детально. Есть такая фраза «чтение чайных листьев», означающая, что очень трудно узнать, о чем на самом деле думают политики в Китае. Но я думаю, что на самом деле это не так уж и сложно. Вы, конечно, можете читать западные СМИ, но, пожалуйста, если вы говорите по-китайски, прочтите заявления, сделанные официальными лицами в Китае. Ознакомьтесь с мнением китайских экспертов, а затем соедините все и проанализируйте. Это поможет понять позицию Китая. Как журналисты могут называть себя китаеведами, говорить о событиях в Китае, при этом никогда не побывав в Китае и не говоря на китайском языке, или не читая информацию из источников на китайском языке. Азербайджан придает особое значение развитию отношений с Китаем. Можем ли мы сказать то же самое о Китае во взаимоотношениях с Азербайджаном? Да, конечно. В каких областях? Я и моя команда приехали в Азербайджан как официальные представители СМИ. Моя программа называется «Leaders Talk». Это одна из ведущих программ China Media Group. Конечно же, организация нашего визита поспособствовал посол Азербайджана в Пекине Акрам Зейналы. Он очень хороший человек, уже это говорит о развитии взаимоотношений. Может быть, раньше Азербайджан был загадочной и отдаленной страной в глазах многих обычных китайцев. Но я думаю, что благодаря нашим программам, ежедневным репортажам восприятие меняется. За время визита в Азербайджан мы также снимаем культурный центр, зону свободной торговли в порту. Надеюсь, нам удастся подготовить видеоблог о кебабе, который мы ели в Старом Городе. О культурном и этническом разнообразии Азербайджана, чтобы по-настоящему информировать, рассказать китайским зрителям о современном Азербайджане. Как журналист, я могу это сделать. Я не могу говорить от имени Министерства иностранных дел или партии, но я могу сказать от себя лично. В китайском обществе растет признание необходимости укрепления двусторонних отношений. Где именно? В каких сферах? Вы видите потенциал для развития и укрепления двусторонних отношений. Судя по вашим словам, туризм можно расценить как одно из приоритетных направлений. Давайте еще обсудим транспортные проекты. Основным проектом с участием Азербайджана является Транскаспийский международный транспортный маршрут. Транспортная сеть, протянувшаяся через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию, к странам Европы. Это стало особенно актуальным после начала войны между Россией и Украиной. Каким вам видится сотрудничество между нашими странами в этом проекте? Как вы сказали, транспортная связь имеет ключевое значение. Например, Транскаспийский международный транспортный маршрут. Или средний коридор. Проект в основном спонсировался и инициировался в рамках мероприятий и встреч здесь, в Азербайджане. В партнерстве с другими странами была проделана большая работа. Просто удивительно. Если выбрать путь по морю, то, как говорят некоторые эксперты, требуется до 36 дней для доставки товаров из Китая в Европу по транссибирскому маршруту. Это довольно сложно, учитывая напряженность в Украине. Но по транскаспийскому международному транспортному маршруту или через средний коридор, как вы сказали, я слышал, это займет всего 12 дней. Так что это отличная новость. Насколько я понимаю, Азербайджан диверсифицирует свою экономику, уменьшая зависимость от нефти и природного газа. Сотрудничество с Китаем возможно и в области производства зеленой энергии. Китай является ведущим мировым производителем электрических батарей и электромобилей. В Китае производится больше электромобилей, чем в любой другой стране мира. Я сам был удивлен, когда узнал про это. Я думал, что это будут Volkswagen или BMW, но именно китайские компании производят больше всего электромобилей в мире. Если вы приедете в Китай, а я надеюсь, это случится в скором времени, вы будете удивлены тем, сколько электромобилей ездит по улицам. Их очень много. Переход к зеленой экономике – это, безусловно, может стать именно той отраслью, где Китай и Азербайджан будут работать вместе. До начала эфира я не показала вам свои вопросы. Но что интересно, один из вопросов как раз был о зеленой энергетике, о том, как эта отрасль развивается в Китае. Азербайджан сейчас много вкладывает в развитие зеленой энергии и развитие альтернативных источников на освобожденных территориях. Где, на ваш взгляд, Азербайджан и Китай могли бы еще более активно сотрудничать, когда речь заходит про освобожденные территории? Это вопрос, который также обсуждался и на официальном уровне. Было отмечено, что Пекин и Баку могут работать в разных направлениях, в том числе в развитии зеленой энергетики, чтобы сделать процесс восстановления более быстрым и эффективным. Китай выдвинул две очень важные инициативы, на самом деле даже три инициативы. Это может прозвучать как политический жаргон. Есть инициатива глобальной безопасности, инициатива глобального развития и инициатива глобальной цивилизации. Это своего рода азиатско-китайско-восточное предложение миру, сильно отличающееся от геополитики, предложенной Западом, которая продвигается силой и по принципам реализма. Китай же говорит, что развитие способствует продвижению мира. Развитие – это основа мира, а экономический рост – необходимые условия для мира. В Карабахском регионе, который вы упомянули, если там будет создано больше рабочих мест, в том числе и для этнических армян, для других этнических меньшинств, для самих азербайджанцев, станет намного проще достигнуть желаемого. Экономический рост, создание рабочих мест, безусловно, поможет в этом. Переход на зеленые источники приведет к созданию много новых рабочих мест в секторе использования солнечной энергии, солнечных батарей. Я думаю, что это и есть ускоритель экономического развития. Думаю, тут можно упомянуть и инвестиции. Потому что Китай хорошо известен своей инвестиционной политикой в разных странах. Мы уже обсудили ситуацию в государствах Центральной Азии. Таким образом, двусторонние встречи, которые состоялись между официальными лицами двух стран, затронули и возможности для инвестиционной политики Китая. Это еще одна сфера возможностей для сотрудничества Китая и Азербайджана. Определенно. Я думаю, что многие китайские бизнесмены были приятно удивлены, увидев имеющиеся здесь возможности. Нам стоит показать этот потенциал. Местные чиновники могли бы также рассказать им про имеющийся потенциал. Я заметил одну вещь. Порты становятся более загруженными. Я бы сказал, очень загруженными. Строится все больше контейнеров и судов, которые перевозят гораздо больше товаров, чем раньше. Стабильное правительство, последовательная политика Азербайджана, безусловно, поможет китайским инвесторам принимать решения относительно инвестиций. Мы видим большую преемственность в политике президента Алиева. Некоторые западные политики могут сказать, что здесь нет демократии в западном стиле или то, что выборы не проводятся каждые два года. Но история и реальность имеют значение. Довольно больше беспорядков и хаоса у них самих. Таким образом, последовательность в государственной политике очень важна. Это будет иметь значение для китайских бизнесменов в принятии решений. Думаю, вы помните о саммите за демократию, который проходит в Соединенных Штатах Америки. Несколько месяцев назад он состоялся. Список стран-участников формировался далеко не по принципу наличия демократии в тех странах. Некоторые страны, получившие приглашение, отказались принимать участие. В первый год проведения саммита многие центральноамериканские страны отказались. Мексика не принимала участия. Президент Мексики был изрядно огорчен тем, что этот американский саммит исключил Кубу, Гондурас и другие братские государства. Думаю, мы должны признать, что двойные стандарты иногда также преобладают в процессе выбора. Это так. Вы мне уже рассказали о приоритетах во внешней политике Китая. Буквально еще один вопрос. Как Китай видит и продвигает новую модель международных отношений? Я думаю, что Китай сейчас ведет переговоры. Например, он выступил посредником сближений Ирана и Саудовской Аравии, что широко освещалось и анализировалось. Если вы взглянете на тот факт, что Сирия возвращается в Лигу арабских государств, то станет понятно. Китай работает за кулисами, используя для этого свои добрые связи с рядом арабских стран. А недавно Саудовская Аравия и Сирия заявили о шагах по разрядке. Китай также стоял за этими усилиями по посредничеству в этом раунде. Я думаю, что это сыграло конструктивную роль во всем регионе. Это совсем другая философия, уходящая корнями в конфуцианство, восточную философию сосуществования в гармонии. У нас в Китае есть поговорка о гармонии в разнообразии, а не в единообразии. Вы ищете гармонию, но не обязательно в том, чтобы стать другим. Например, Китай никогда не принуждал и не заставлял Соединенные Штаты создавать партийный комитет или политбюро, или обвинять, знаете ли, правительственные учреждения США в том, что они не делают того, что делают китайские правительственные учреждения. Китай не чувствует себя обязанным навязывать свои политические модели другим странам. Я думаю, что это многое говорит о подходе Китая к внешнему миру. А еще есть элемент торговли и помощи другим. Как вы сказали, экономика, экономика, экономика. Это во многом было инициировано государством, но запущено бизнес-сообществом и рынком. А также Китай был очень щедр на пожертвование вакцин. Я узнал, что Азербайджан получил 1 миллион доз вакцины от COVID-19 в январе 2020 года, в то время, когда COVID свирепствовал и когда вакцины не были легко доступны. В то время некоторые страны закупали и копили вакцины, что, по мнению многих экспертов, представляло собой вакцинный национализм. Президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал даже специальное заседание ООН, чтобы обсудить проблему вакцинного национализма и борьбу с ним. Были страны, которые закупали количество вакцин в пять раз превышающие их нужды. В свою очередь, Азербайджан оказал некоторым странам даже финансовую поддержку, что высоко оценилось и Всемирной организации здравоохранения. Это действительно так. Итак, вы приехали в Азербайджан для того, чтобы сделать интервью с президентом Азербайджана. Как прошло интервью? Интервью прошло отлично. Президент Алиев был очень добр к нам. Он очень принципиальный человек и требовательный руководитель, когда это необходимо. Я могу сказать, что у него очень хорошее отношение к Китаю. Он унаследовал заслуженную дружбу между азербайджанцами и китайцами, восходящую еще к временам, когда его отец был президентом этой страны. Отец-основатель, покойный президент, несколько раз посещал Китай. Помимо официальных повесток дня, покойный президент Гейдар Алиев посещал каждую китайскую семью, обмениваясь рукопожатием с учащимися начальных классов, посещая китайскую сельскую местность, осматривая текстильную фабрику. Его сочувствие и привязанность к Китаю были довольно очевидны, и я думаю, что это задало тон и заложило основу для взаимодействия между Китаем и Азербайджаном на десятилетия вперед. Президент Алиев подробно рассказал о важности укрепления отношений между двумя странами. А также мы говорили об инициативе «Один пояс, один путь», которую он поддерживает. Получилось отличное интервью, в котором мы также поговорили о фитнесе и о спорте, одной из его любимых тем. Мы говорили о том, как на свое 60-летие он подтянулся 15 раз в присутствии президента Турции, его большого друга. То видео привлекло очень много внимания в социальных сетях. Знаете, президент Алиев стал очень популярным в Китае пару лет назад после своего интервью BBC, в котором он дал достойный ответ журналисту. Тогда президент Алиев сказал, «Вы не задаете вопрос, вы больше похожи на прокурора. Вы уже сформировали ответ в своем вопросе. Если вы спрашиваете о свободе прессы у нас, то почему бы вам не рассказать о Джулиане Ассандже, который подвергался психическим и моральным пыткам у вас?» Видео стало популярным в Китае. Оно стало вирусным. В Китае увидели президента Алиева как борца за справедливость, представляющего глобальный юг. Китай, так же как и Азербайджан, сталкивается с проблемой двойных стандартов со стороны западных СМИ. Мы об этом также поговорили с президентом Алиевым во время интервью. Но что меня действительно поразило, так это то, как он ответил на мой вопрос о том, что его отец значит для него лично. Он действительно открылся нам и нашим телезрителям, рассказав об уважении, любви, которые он испытал к своему отцу, который руководил этой страной в одной из самых трудных времен. Президент Алиев рассказал о поражении в войне в начале 90-х, о том, как страна действительно объединилась, усвоила урок и выстояла в трудные времена. В Китае мы говорим, выжидай, пряча свои силы, чтобы однажды вернуться сильнее. Президент Алиев сказал, что страна под руководством бывшего президента так и сделала. Он также рассказал о своей привязанности к отцу. Это было очень трогательно. Это задело за живое многих, в том числе и меня. У меня самого было большое уважение, любовь и привязанность к моему отцу. Это так. Так, чем вы руководствовались, когда готовили вопросы, и какой главный вывод сделали для себя после интервью? Я считал важным задать вопросы, которые имеют значение для развития двусторонних отношений. В конце концов, мы, китайские СМИ, рассказывающие о важности двусторонних отношений, обязаны говорить от имени Глобального Юга. Я задал вопросы о проекте «Один пояс, один путь» и о двусторонних отношениях, о привзятости западных СМИ, потому что считаю, что для журналистов важно осветить детали консенсуса, а не допрашивать своего респондента, чтобы спровоцировать жаркую дискуссию. В конце концов, ваши вопросы не должны содержать ответов. Смысл интервью для многих моих западных коллег таков, что они просто хотят получить определенные ответы, чтобы удовлетворить передвзятость своей аудитории. Это именно то, чего я сам всегда избегаю. Что касается этого конкретного интервью с президентом Ильхамом Алиевым, я зашел на YouTube и посмотрел предыдущее видео, выступление и интервью президента Алиева. Это мне очень помогло. Я разговаривал с китайскими экспертами, которые приезжали в Азербайджан на протяжении многих лет и даже десятилетий. Я хотел по-настоящему узнать о вашей стране. Я приехал на несколько дней раньше, чтобы прогуляться по городу и почувствовать атмосферу города. Мы приземлились после 17 часов полета через Дубай, но, приехав сюда, усталость не помешала нам поездить по городу, чтобы понять, что происходит. Это действительно интересно. Я встретил трех азербайджанских девушек, которые прекрасно говорили по-английски. В то же время моя коллега, которая заговорила с ними на русском, поняла, что русский у них намного хуже. Это тоже помогло нам сформировать мнение о стране. Правильно или неправильно – это личное дело государства. Мы стремимся получить целостную картину города, страны, но, к сожалению, время ограничено. Я все еще изучаю страну и, к сожалению, завтра уже уезжаю. К сожалению. Итак, если кто-то спросит вас, какие ключевые моменты вы узнали из поездки в Азербайджан, кроме того, что у нас очень вкусный кебаб, что вы ответите? Анастасия, я многое узнал от вас. Я думаю, вы серьезный журналист. Вы задаете качественные вопросы. Вы очень вдумчивы, а это показатель того, что вы хорошо готовитесь к интервью. Вы действительно слушаете мои ответы каждый раз, когда берете у меня интервью, а затем задаете дополнительные вопросы, которыми я действительно восхищаюсь и ценю вас, как свою коллегу, выполняющую ту же работу. Спасибо. Больше всего меня впечатляют сами люди – азербайджанцы. Куда бы я ни пошел, меня больше всего интересует именно эта тема. Вы чувствуете через людей сердце и душу общества, культуру. Я встретил много очень хороших людей. Официанты, рестораны, обслуживающий персонал – все очень вежливы и внимательны. В городе много европейского колорита. Когда дело доходит до манер за столом, еды, свежих продуктов, азербайджанских блюд, но с азиатским оттенком. Иногда тебе кажется, что ты оказался одновременно в разных местах. Может, это Китай? Или, возможно, это западная столица в Западной Европе? Так что в какой-то момент я был сбит с толку тем, где я нахожусь. Думаю, это говорит о природе этой страны. Это слияние Востока и Запада, Юга и Севера. Я очень рада это слышать. Рада, что вам понравилось ваше пребывание здесь. Вы впечатлены гостеприимством Азербайджана. И хочу отметить, что лично мне довелось побывать в Китае в 2010 году. И меня также очень впечатлил высокий уровень гостеприимства и их желание узнать больше о новой стране. Тех, кто не знал про Азербайджан, очень интересовало, где находится страна, как мы тут живем, какие у нас особые традиции. О нашей культуре было много вопросов. У наших народов есть интерес узнавать, познавать друг друга. И это может стать также стимулом для дальнейшего развития отношений. Что ж, еще пару вопросов, прежде чем мы завершим это интервью. Я смотрела одно ваше видео, выступление, где вы говорите, что хотите быть хорошим коммуникатором, соединяющим Китай и остальной мир. Удалось ли вам добиться желаемого? Я очень стараюсь. Как гражданин Китая, как китайский журналист, проживший в Вашингтоне и в округе Колумбия в течение 8 лет, это было не всегда легко. Нам удалось стать первой командой из Китая, которая регулярно задавала вопросы на пресс-брифингах Государственного департамента. Это было начало 2012 года, конец 2011 года. Я помню, как мы задавали вопросы о Южно-Китайском море, об Эдварде Сноудене. Откровения по целому ряду вопросов, которые уж точно не задавали журналисты из других стран. Конечно, теперь, будучи ведущим новостей, телеведущим, у меня большое чувство безотлагательности и ответственности для того, чтобы добиться того, что я намеревался сделать. То, о чем вы говорите, моя речь, я произнес ее, когда участвовал в национальном конкурсе по английскому языку, на котором меня спросили, кем ты хочешь стать в будущем, что ты хочешь делать. Я сказал, что хочу быть журналистом, связывающим Китай и остальной мир. Это трудная задача, но я думаю, что мы на правильном пути, потому что сейчас намного больше англоговорящей молодежи. Многих китайцев есть глобальное мышление, они интересуются событиями в мире. Я думаю, что они и есть будущее моей страны. Достиг ли я того, что намеревался сделать? Конечно, нет. Китаю есть куда расти, когда дело доходит до изложения собственных нарративов о разрушении монополий западных СМИ. Это трудно, но мы занимаемся этим. Как вы думаете, какое главное качество профессионального журналиста? Думаю, для китайского журналиста стандарты и требования немного другие. Ибо долгое время западная журналистская честность и западный журналистский профессионализм считались де-факто истинной всей правдой о журналистике. Я думаю, что в значительной степени их стиль также служил развитию их общества. Достаточно вспомнить о Уотергейте, о Эдварде Сноудене. Однако для древней цивилизации, такого большого и сложного общества, как то, что в Китае, иногда также важно иметь меритократию, добиваться консенсуса путем формирования образованных и информированных мнений. Так что наш новый стиль немного отличается в этом отношении. Я думаю, настало время дать голос глобальному югу. Так, например, CGTN. Я работаю. У нас имеется множество документальных программ, посвященных Африке, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Арктике. Они фокусируются на проблемах, которые не освещались западными СМИ, таких как изменение климата, продовольственный кризис, голод и бедность в странах Африки к югу от Сахары. Это те вопросы, которые, по нашему мнению, важно знать миру, потому что нарративы имеют значение. Нарративы меняют восприятие, а восприятие меняет деятельность и поступки. Так что это действительно очень важная задача. Большое спасибо вам за участие в этом выпуске. Было очень интересно узнать больше о вас, о вашей работе и о вашей деятельности. Вы проделываете большую работу, и мы искренне желаем вам удачи в вашем профессиональном и личностном развитии. Большое спасибо, Анастасия. Когда вы приедете в Китай, приходите на моё телешоу. В следующий раз вы расскажете мне о себе и о своей стране. С большим удовольствием. Большое спасибо. Удачи вам. Напоминая нашим телезрителям, в эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Глобальная дискуссия». Меня зовут Анастасия Лаврина. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин